Господи Божий мой, на тяну повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Марка. Глава 6, стихи 45 по 53. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно, понуди Иисус ученики, своя вните в корабль, и варите его на Оном по лукве в Саиде, донде же сам отпустит народы. И отрекся им, иди в гору, помолитесь. И вечеру бывшу, бе корабль посреди моря, и сам един на земли. И в виде их страждущих в плавании, бе бо ветер противен им. И от четверти стражи начни и прииди к ним, по морю ходяй. И хотяши минути их, они же видевши его ходяще по морю, мняху призрак быти, и возапиша. Всибо его видеша и смутишася, и абе глагола с ними, и рече им, дерзайте, аз есим, не бойтеся. И в ниде с ними в корабль, и улежа ветер. И зело излиха в себе ужасахусе и девляхусе. Не разумеша бо охлебях, бебо сердце их окаменено. И пришедше, приидоша в землю генесарецку, и присташа. Предлагаю прочитать этот текст в синодальном переводе. В то время понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Как только пятитысячное собрание народа было насыщено, Господь отослал учеников вперед себя, в Ифсаиду, и лишь после этого, отпустив людей и оставшись один, взошел на гору помолиться. Это маленькое упоминание о молитве не случайно. В тексте каждого из Евангелий упоминается, что Христос всегда молится, то есть общается с Богом, и этот пример Спасителя очень важен для каждого из нас. Ведь когда мы молимся, мы остаемся наедине с нашим Отцом и Богом, исповедуя Ему ежедневные прегрешения, благодаря за милости и прося о насущном, тем самым не разрывая ежедневного духовного единства. Дальнейший рассказ Евангелиста Марка повествует нам о следующей картине событий. «Лодка с учениками находилась посредине моря. Ее било волнами, потому что ветер был против них. И, видя все это, Господь пошел к ученикам по морю». Борис Ильич Гладков пишет, «Христос пошел по воде, то есть воспользовался своей божественной властью творить чудеса, господствовать над законами и силами природы. Но и в данном случае он воспользовался этой властью не для себя лично, не для спасения себя от опасности и не для преодоления препятствий к достижению личных целей. Нет, он пошел по воде для спасения погибавших апостолов». Иудеи того времени делили всю ночь на четыре части, называвшиеся стражами, по три часа в каждой. Первая стража от шести часов вечера по нашему времени до девяти часов. Вторая от девяти часов до полуночи. Третья от полуночи до трех часов утра. И четвертая от трех до шести часов утра. Апостолы могли хорошо рассмотреть шедшего к ним, но они были еще настолько маловерны, что не могли подумать, что это идет Христос. Люди не могут ходить по воде, а Христос, Иисус, был, по их мнению, обычным человеком. Следовательно, и он не мог идти по морю. В древности существовало поверие, что души людей, которые ухмерли, могут являться людям, и бывают, видимо, как призраки или тени. А потому они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Как мы видим, у апостолов был страх смерти, страх богооставленности, который и мы нередко испытываем, допуская в глубины нашего сердца грех уныния. Именно этот страх может не допустить Бога в нашу жизнь и поколебать основы нашей веры. Блаженный Феофилакт поясняет, что Христос попускает ученикам испытать бурю для того, чтобы, когда после бури настанет тишина, они более обрадовались случившемуся, и чтобы в сердцах их запечатлелось неизгладимое воспоминание о сём. Когда они находились в опасности, Он предстаёт пред ними и словом Своим прогоняет страх их, и на море производит тишину, и таким образом творит двоякую тишину, укращает смущение в их душах и волнение на море. Как видно, апостолы под влиянием страха забыли о всех прежних проявлениях спасающей силы Христовой, и как обыкновенные люди не могли побороть в себе удивление перед новым чудом Христа, одно вступление которого в их лодку заставило утихнуть ветер. В ответ на страх и тревогу учеников спаситель замечает, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Святитель Феофан Затворник замечает, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Вот слова Спасителя, опора упования нашего. «Какая бы беда и скорбь ни была, вспомни, что Господь близко, и воодушевись мужественным терпением». Как тогда Он вдруг предстал апостолам, бедствовавшим на море, так и тебе, бедствующим, внезапно явит помощь свою и заступление. Конечно, каждый может столкнуться с тревогами, жизненными проблемами, печалью, горем, но когда человек призывает Христа, то Бог укращает любую бурю, умолкает плач горюющей души, исчезает тревога и любые проблемы, потому что Бог – это любовь. «Нам же, дорогие братья и сестры, надлежит уповать на Бога, никогда не сомневаясь в Его промыслительном попечении о каждом человеке. И если мы сможем побороть все страхи и всецело предать себя воле Божьей, то это будет спасительным не только для нас, но и для тех, кто находится рядом с нами. Помогай нам в этом, Господь!» Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok